В Кургане на торге выставлено имущество завода цветного литья, признанного банкротом два года назад. Изначальная цена лота заявлена в 300 миллионов рублей. Впервые о данном предприятии руководитель компании «Дверной доктор» услышал на конференции дверного дела в 2010 году. Тогда планы предприятия были амбициозны. Разработка и выпуск в серию латунных ручек высокого качества. Поговаривали о разработке и выпуске отечественных латунных цилиндровых механизмов секретности. После проведения двух торгов, желающих выкупить предприятие не нашлось. Долг предприятия перед сотрудниками на данный момент составляет 40 миллионов рублей. Компания «Феррони» покупает площадь производителя «АвтоВАЗ Агрегат». Имущество компании «АвтоВАЗ Агрегат» выставлено на торге за 1,1 миллиард рублей. В число активов вошли 13 земельных участков общей площадью свыше 230 тысяч квадратных метров, главный корпус и множество вспомогательных зданий. Торги продлились вплоть до 1 апреля. Покупателем первого лота стала ООО «Русский сезон» за 361 миллион рублей. ООО «Русский сезон» зарегистрирован в 2006 году в посёлке Агроном Краснодарского края. Одним из совладельцев является Евгений Кузнецов, который также числится соучредителем ООО «Феррони». «Феррони» сегодня – это крупнейший производитель металлических дверей в России с заводом, который располагается в Республике Марий-Эл. «Феррони» занимает пятое место в мире по объёму выпускаемой продукции, реализуя двери как на местном рынке под маркой «Цитадель», так и ещё в 28 странах мира. Крупный производитель замков «Зенит», предприятие которого расположено в городе Дмитровград Ульяновской области, анонсировал в своём инстаграм появление новых сувальдных замков, типоразмер которых визуально очень схож с замками другого крупнейшего отечественного производителя – рязанского «Бордер». На конференции 15 мая представитель компании «Зенит» заметил, что компания и дальше будет активно замещать популярные модели отечественных и китайских замков. Тем более, что ресурсы предприятия в связи с внедрением новой гальваники возросли, а руководство компании при этом взяло чёткий курс на улучшение качества всей продукции. Компания «Зенит» известна рынку замочно-скобяных изделий тем, что способна предложить одни из самых низких цен на свою продукцию. В частности, только у этой компании встречаются модели накладных замков за 400 рублей в рознице и модели врезных замков с ручками и цилиндрами в комплекте за 800 рублей в розницу. Правда, судя по отзывам и оценкам в сети, качество пока весьма среднее. А 15 мая прошла онлайн-конференция в сети под названием «Производство замочно-скобяных изделий в России 2020». Организатор конференции – крупный поставщик «Уральская замочная компания». Участвовали представители компании «Гардиан» Алексей Гвоздев, представитель компании «Метем» Ирина Майорова, представитель компании «Зенит» Павел Хромышкин. Обсуждались вопросы, к которым мы уже за время самоизоляции привыкли. Снижение спроса, падение объёма продаж, удалённые работы и т.д. При этом Ирина отметила небольшое увеличение спроса на вырезные замки тяжёлых серий, выполненные в итальянских гамморитах и присоединительных размерах. А Павел презентовал новую гальванику на дверных ручках своего предприятия. Каждый представитель завода отметил, что несмотря на падение курса рубля и снижение спроса, повышение цены на их продукцию в ближайшее время не ожидается. А в некоторых случаях, при оптимизации каких-то участков, возможно даже и снижение на ту или иную позицию. Все спикеры подчеркнули, что дилерская политика ужесточаться не будет, а подход к каждому отдельному покупателю будет максимально индивидуальный. Компания Бордер от участия в конференции отказалась. В свою очередь, отраслевое издание «Дверное дело» уже через четыре дня, то есть 19 мая, провёл свою онлайн-конференцию. Участниками были Андрей Логинов, компания «Трейдлог», крупный поставщик замочек скобенных изделий в России, Александр Пивоваров, компания «Промет», крупный производитель дверей, металлической мебели и сейфов в России, Марат Шигапов, управляющий компанией «Гардиан» и Александр Тупоногов, компания «Интекрон». В качестве ведущего конференции выступал бессменный руководитель портала Сергей Харитонов. На конференции традиционно обсуждались проблемы замоченной дверной отрасли. В частности, снижение покупательской способности, уменьшение объёма продаж на 30-50% и увеличение дебюторской задолженности, то есть товарного кредита мелкими продавцами. При этом Александр Пивоваров заметил, что «Промет» не только не упал в выручки, но и вырос на 2%, который, в общем-то, можно списать на инфляцию. Александр связывает этот факт не только с долгосрочными контрактами, которые были заключены со строителями до корон-эпидемии, но и из-за взрывного роста спроса государства на металлическую мебель и другие изделия, которые понадобились в новые строящиеся госпиталя для больных COVID-19 по всей стране. Каждый из участников конференции отметил необычный ракурс и образ, выбранный Андреем Логином для видеосвязи. Отечественные производители замков продолжают импортозамещение. В частности, теперь под прицел попали межкомнатные замки и защёлки. Первыми производством новой линейки межкомнатных замков запустил рязанский «Бордер», назвав серию «Рум». При этом, помимо традиционно никелированного цвета торцевой планки, а в межкомнатных замках это очень важно, «Бордер» предлагает покупателю выбор ещё из двух цветов – белый и черый. В свою очередь, с мая 2020 года компания «Гардиан» также анонсировала выпуск межкомнатных замков и защёлок в точно таких же присоединительных размерах. О запуске серийного производства «Гардиан Софт» на канале «Дверной доктор» было анонсировано отдельное видео. Напомним, что габариты и размеры указанных серий замков и защёлок брались не с потолка, а с размеров продукции ведущего мирового лидера – итальянского AGB. Только вот розничная стоимость итальянской продукции год от года растёт и сегодня составляет около полутора тысяч рублей за штуку. Розничная стоимость аналогичных изделий от отечественных производителей ожидается в 4-5 раз дешевле.